Вы знаете, мы можем обсуждать часами все проблемы, которые есть сегодня в государстве, проблемы, которые есть в Гагаузии, отношения между Кишневым и Камратом. Но есть вещи, которые мы должны выделять красным карандашом и выставлять их как приоритетные вещи. Сегодня основная тема нашего митинга, нашей встречи, это действия либеральной партии. А именно, либеральная партия предлагает Конституционному суду отменить целый ряд нормативных актов. В первую очередь речь идет о законе о функционировании языков на территории Республики Молдова. Они предлагают языком межэтнического общения на территории Республики Молдова сделать молдавский язык, как они его называют, румынский язык, и убрать из этого закона русский язык. Мы должны смотреть на вещи немножко шире, учитывая то, что в нашем государстве как минимум 35% всего населения Республики Молдова своим родным языком считают русский язык и разговаривают на этом языке. И вот я задаю себе и этим товарищам из либеральной партии простой логический вопрос. Если в Молдавии живет 3,5 миллиона человек официально по последней переписи населения, и 35% из этих людей русский язык считают своим родным языком, разговаривают, думают, общаются на этом языке. Каким образом мажоритарная нация, молдавская нация, которая также знает этот язык, будет общаться с миноритарными нациями, такими как гагаузы, болгары, украинцы, ромы, евреи? Каким образом жители Республики Молдова будут между собой общаться, если забрать в них это простое право? С одной стороны, простое право, с другой стороны, я считаю, что основополагающее право общаться на одном языке. Это вещи, которые мы сегодня не должны пропускать мимо ушей, поэтому мы должны обратить внимание всего государства, всей общественности на эту проблему. Второй закон, который протестовывает Михаил Федорович со своими коллегами, это закон о функционировании и о публикации официальных нормативных актов. Вы знаете, что в стране есть официальный бюллетень, который называется официальный монитор, где публикуются абсолютно все решения парламента, правительства и другие официальные нормативные акты. Согласно закону, эти решения публикуются на русском и на молдавском языке, на государстве. Люди, которые не владеют государственным языком, имеют возможность ознакомиться со всеми решениями правительства, парламента, местных органов власти в этом официальном документе. Михаил Федорович со своими коллегами предлагает публиковать все эти документы только на молдавском языке. У меня возникает абсолютно логический вопрос. Каким образом часть населения Республики Молдова будет исполнять решения правительства, парламента, если люди элементарно не смогут ознакомиться с ними? К чему это может привести? Третий закон, который партия либералов предлагает опротестовать в конституционном суде, и уже это сделали, это закон о национальных меньшинствах. Там, где говорится, что национальные меньшинства, гагаузы, болгары, украинцы, имеют абсолютно такие же права, как и остальная часть населения Республики Молдова. У них есть такие же права читать на понятном для себя языке, начиная с инструкции на лекарствах, заканчивая объявлениями в органах местной публичной власти. И почему у национальных меньшинств, почему у людей, которые не являются представителями титровой нации, хотят отобрать эти права? Это кощуственно, и этого нельзя допускать сегодня. Поэтому я предлагаю поддержать идею Николая Храимовича Будогла. Завтра, когда Конституционный суд будет рассматривать по существу это заявление, будет высказываться по нему, мы должны обратить внимание Конституционных судей на то, что эта проблема не имеет родовой характер, а на то, что эта проблема имеет абсолютно серьезное значение для большинства жителей Гагаузии, для абсолютного большинства жителей Гагаузии, и как минимум 35% жителей всей республики Молдова. Поэтому предлагаю завтра собраться всем, не только всем присутствующим здесь, а вот пользуясь случаями, с учетом того, что и председатель народного собрания здесь, для того, чтобы эта акция имела более серьезный характер, я предлагаю всем депутатам народного собрания во главе с председателем народного собрания завтра быть в Кишиневе во время рассмотрения этого решения. Предлагаю Башкану Гагаузии собрать весь исполком, посадить всех в одну машину и поехать туда, и тогда Башкан Гагаузии, председатель народного собрания, исполком Гагаузии, все депутаты народного собрания и жители автономии будут стоять перед зданием Конституционного суда. Я уверяю вас, что это решение будет иметь совсем другой характер и другую редакцию.